Многие женщины переживают из-за того, что они недостаточно времени проводят с детьми и много времени уходят на работу, на всякие разные занятия и прочее. С мужчинами реже такое случается, но и мужчины зачастую переживают из-за этого. Здесь вот есть такая ловушка. Мы, во-первых, исходим из того, что есть какое-то правильное родительство. Но на самом деле нет правильного родительства. Правильное родительство есть для конкретного ребенка. И для какого-то ребенка действительно очень важно, чтобы родитель просто эмоционально был всегда вывлечен. Для каких-то детей это совершенно не так важно. Поэтому, во-первых, нет идеальных матерей, идеальных отцов. Более того, все матери и все отцы, все накосячат. Внимание! Без вариантов. Все накосячим. Это нормально. Другое дело, что мы можем признать ошибки, что-то менять, как-то струбить и так далее. Это важно. Но в целом мы не угадаем. Я видел идеальных родителей, и я для своего ребенка буду таким же. Так может, ему такой родитель-то и не нужен. Понимаете? Ну как-то ему другой нужен родитель. Ну вот, значит, это первое. Второе. Второе. Значит, родительство – это два есть уровня. Один есть уровень практический, другой есть личностный. Практический уровень – это что? Это ребенок накормленный, значит, домашние задания выполнены, так сказать, уши вымыты, там, и так далее, и так далее, и так далее. И это определенный тип работы. Работы. Ну, как бы нянечек, воспитатели, там, и так далее. И у кого-то из родителей может душа не лежать к этому. Ну, понимаете? Ну, невозможно. Ну, как бы, да? Поэтому надо искать другие инструменты. Больше зарабатывайте. Ну, вы можете позволить себе нянечку, который будет какое-то время сидеть, дополнительного репетитора, который будет заниматься, там, и так далее, да? Ну, вот. Но вы должны в этом смысле-то на ментальном уровне быть всегда ближе к ребенку. Понимаете? На ментальном. А кому-то на ментальном уровне трудно быть вместе с ребенком. Ну, вот что там, там, какая, кажется, мы, мы, вот это, лучше мы ему помоем попу. Вот это занятие. И вы на ментальном не можете. Вот. И вот важно просто понять, что, ну, если вы на каком-то бытово-практическом, например, смысле, не можете своему ребенку додать просто по причине того, что, ну, как бы, это вообще не ваша, как бы, органика, да? Тогда дайте ему на эмоциональном. Дайте ему на психологическом. Если вы не можете дать ему на психологическом, дайте ему жизнь комфортную такую, чтобы вот ему было в его бытовом смысле комфортнее. Ну, к сожалению, видите, ну, мы, ну, вот так устроены. Вот. А некоторые думают, о, я не могу за ребенком 25 часов в сутки следить, я плохая мать. Ну, может быть. Вот. А может быть, вот такое обстоятельство, понимаете, что у вас, ну, да, больше будете работать, больше будете зарабатывать, дадите ребенку другое, но не оставите его психологически. Вот в чем фокус. Не страшная работа. Контакт с ребенком можно держать на разных уровнях. И оба, они, и тот, и другой, будут для него достаточны. Субтитры создавал DimaTorzok